Виталий Заврайский, командир 4-й мотострелковой роты, капитан. Наступило 25 января. Моя рота уже получила задачу, вся была на броне, выстроенная в колонну. Отправился с ротой выполнять поставленную задачу. Технику с экипажами оставили на окраине частного сектора в районе железнодорожного депо. Разбились на три взвода, каждому была указана улица, по которой предстояло наступать. Каждая рота представляла собой штурмовую группу. Таким образом, весь наш батальон был поделен на группы. Легкая, средняя и тяжелая. Вперед с началом штурма ушла одна рота, за ней вторая. Моя рота была замыкающей. Запас боеприпасов, медикаментов и продуктов питания был минимальным. Штурм начался часов в 16-17. Приходилось продвигаться в частном секторе, проделывая при этом проходы в заборах, стенах домов, так как по дороге перемещаться было невозможно. Все простреливалось боевиками. Пробирались так до темноты. Комбат собрал командиров роты и еще раз уточнил задачу. Через полчаса из частного сектора вышла первая рота. Через некоторое время оттуда доложили, что заняли кинотеатр, родина и еще один дом. За ней пошла следующая рота с комбатом. Затем начала свою работу артиллерия полка. Боевики обнаружили нашу среднюю группу и открыли по ней огонь. Мне уже было уточнено, что я со своей ротой нахожусь на окраине частного сектора. Закрепился, занял круговую оборону и пробыл здесь до утра. Утром боевики открыли по мне огонь, а две роты в это время вели бой в кинотеатре. Было слышно по связи. Постоянно корректировался огонь полковой артиллерии. Я приказал приданному мне минометному расчету обработать участок местности впереди нас, откуда велся огонь боевиками. Так мы отстреливались до обеда следующего дня. У двух рот в кинотеатре заканчивались боеприпасы. Игорь Дружинин, третья мотострелковая рота, контрактник. Ночью, часа в два-три, роту собрали и сказали, что надо пройти вперед, взять торговый центр. Впереди был маленький парк шириной метров 20, слева от него кинотеатр, справа торговый центр, а прямо на нас смотрела пятиэтажка. Мы залегли у парка и тут командир нашей третьей роты говорит моему бывшему командиру разведроты. Ну что разведка, давай вперед, а мы за тобой. А ротной разведки старший лейтенант Катунькин отмазался, нам не давали такой задачи вас вперед вести. В общем, испугался. Мы тихо прошли по парку, нам уже сказали, что торговый центр наш, и надо было перебегать к нему. Первый побежал Андрюха Колосов с Юрой, по ним дали пулеметную очередь, но не попали. Мы перебежали уже спокойнее, зашли во двор этого универмага и в здание. Обосновались на втором этаже, в соседней комнате лежали раненые, которых не смогли вывести из-под обстрела. Здесь с утра начался непрерывный бой. Торговый центр хоть и стоял боком к чеховской пятиэтажке, до нее метров 30, но простреливался хорошо. К тому же напротив стояла 12-этажка, с которой работали снайпера. Мы стреляли из окон по чехам, из пулеметов и автоматов. Умудрились как-то даже стрелять из гранатомета и из огнемета шмель из соседней комнаты точно в окно другой, а оттуда граната летела в окно пятиэтажки. Если промахнуться, то всем нам в комнате конец. Просто вплотную к окнам подходить было опасно, хотя все равно мы оттуда периодически стреляли. Напротив в кинотеатре тоже были наши. Один раз оттуда к нам во двор, днем на огромной скорости проехала Беха. Только она влетела во двор, как от выстрела из гранатомета разлетелась будка сторожа, мимо которой она проехала. Из пулемета я стрелял так, что от ствола можно было прикуривать. Даешь три длинных очереди по окнам, ставишь пулемет в угол, облокачиваешься на него и бушлат от ствола начинает тлеть. Из одного окна я стрелял особенно часто, в том числе и из СВД. И когда в соседней комнате на костре грели с пацанами сухпай, услышали повторяющиеся щелчки. Это был чеховский снайпер. Он, наверное, час стрелял точно в то место, откуда я стрелял. Показал, что не надо больше оттуда нам стрелять. Также мы постоянно работали из подствольников по окнам. Довольно-таки удобная вещь в городе – это подствольники. Один раз в угол дома, в соседнюю от нас комнату, там как раз лежали раненые, попал снаряд, наверное, наш. В комнате образовалась дыра, но раненые вроде бы остались живые. Юрий Чердаков, контрактник. Мы в доме на площади минутка сидели и не могли сказать, что это мы. Не было связи. По нам свои так стреляли, что стали падать перекрытия. Пришлось уйти в подвал. Закопались там. Сидели там до ночи. Ночью я двоих отправил сказать, чтобы больше сюда не долбили, что здесь свои. Сутки нас долбили свои. Александр Шмелев, контрактник. А мы в это время в соседнем доме сидели. Так нас долбила наша же артиллерия, что в кирпичном доме несущие стены поехали. Один снайпер-чеченец стрелял по нам с балкона. Магазинов 10 выпустил. Я туда выстрелил из гранатомета. Балкон рухнул. Вместе со снайпером. Юрий Чердаков. Как было все спланировано? Три штурмовых группы. Первая – основная. Вторая, где был Саша, огневая. Самая мощная. Александр Шмелев. В нашей группе было три пулемета ПК. Один снайпер, он же подносчик выстрелов для гранатомета. Один автоматчик. И у меня гранатомет с шестью выстрелами. Юрий Чердаков. У меня была третья группа. Похоронная команда. Девять самых слабеньких солдат-срочников собрали со всей руты. Мы должны были собирать убитых и раненых. Подносить боеприпасы и воду. Дали команду вперед. Командир первой штурмовой группы, капитан, фамилию не помню, испугался, спрятался и не пошел в бой. Ему как раз в этот день приехал сменщик. Он был из Нарафа-Минска, прикомандированный. Комбат говорит. Да. Командира первой группы нет, значит первая становится вторая. А ей на поддержку моя. А у меня одни автоматы и неисправный гранатомет. И нас всего десять человек. Так первая пошла вторая группа. Потом группа поддержки. Моя. Похоронная команда. Игорь Дружинин, контрактник. Долгое время мы помогали огнем, когда вытаскивали из окружения четвертую роту. Она зашла ночью в пятиэтажку, а выйти из нее уже не смогла. Нам сказали, что сейчас будут вытаскивать наших из окружения. И чтобы все, кто есть, открывали шквальный огонь по пятиэтажке и другим домам. А к пятиэтажке, в левую ее часть, где были наши, летела Беха. Честное слово, я дал бы героя России механику БМП. Это каким надо быть бесстрашным, чтобы лететь в упор на боевиков, которые тебя расстреливают, в том числе из гранатометов. Это был, наверное, один из самых страшных моментов в моей жизни. Со всех сторон грохот, море огня. И я вижу, как БМП с раскрытыми десантными дверцами сначала мчится к окна первого этажа пятиэтажки, а потом рвет назад кинотеатру. Десанты раскрыты, на них висят тела убитых товарищей. А на броне за башней, как на ладони у боевиков, лежат раненые. И по ним ведется плотный огонь. Такие проходы Бехи были не один раз. Роман Кузьмин, оператор-наводчик БМП-2, рядовой. В Грозном приходилось не только стрелять, но и вывозить раненых из-под обстрела, прикрывая их броней. Были моменты, когда страх одолевал, но все делали, как на автомате. Тогда трое суток не мог спать и есть. Слишком страшные впечатления были от увиденного. Был случай, когда рядом погиб боец. Мы тогда обстреливали пятиэтажку из БМП, а ребята ее штурмовали. Потом пришлось вывозить раненых и заряжаться. Тогда я впервые увидел настоящую картину войны. Выгрузил двоих двухсотых с брони, на борту остались кровавые подтеки. Мы отошли и взяли у полковника по сигарете, закурили. Когда я, грязный небритый, брал сигареты, даже не понимал, кто передо мной, и вдруг слышу крик полковника и вижу, как он направляется к БМП. Я оборачиваюсь, картина, закат красного солнца, дым, полевой госпиталь и на фоне этого стоит наше БМП с кровавыми подтеками по борту, и на нее лезет молодая медсестра, а молодой лейтенант ее подсаживает, чтобы сфотографировать. Мне так стало противно, я был готов их наказать за это, но полковник меня опередил. Зарядил оружие в БМП, вернулись к своему отделению, за которое переживали по-настоящему. И первый вопрос был, все ли живы? Все. Вот услышать это и было счастье, наверное. Когда стемнело, нас отправляли вывезти парня с третьей роты. Его снял снайпер еще утром. Все думали, что он погиб. Когда подъезжали туда, нас обстреляли из гранатомета. Начался пожар в моторном отсеке. Я ломанулся от БМП так, что меня еле поймали. Я видел, как взрываются снаряды в БМП. Это страшно. Но все же мы подъехали к этому парню, начали его поднимать, и он зашевелился. Сначала был такой страх, что труп ожил. А потом радость. Он лежал больше 12 часов. Все думали, что он погиб, а он жив. Как нас благодарили парни, что спасли его. И такая у нас была гордость, что мы можем быть дружными, когда надо. Сергей Булавенцев, командир батальона. В 3 часа утра 25 января командир полка вновь уточнил мою задачу. Используя темное время суток, батальон должен был овладеть гаражным комплексом, после чего действовать по обстановке. Как потом оказалось, фактор внезапности, а для боевиков наши ночные действия явились полной неожиданностью, сыграл решающую роль в захвате площади. Выдвинувшись на передний край, я обнаружил отсутствие объекта атаки. На месте гаражного комплекса находился большой котлован. Тогда, сориентировавшись на местности, решил овладеть ключевыми объектами в этом районе. Торговым центром и кинотеатром Родина. Командир полка, мой замысел, утвердил. В 3 часа 30 минут батальон приступил к выполнению боевой задачи. Вскоре командир одной из штурмовых групп доложил о том, что уже находится в торговом центре, и ни в этом здании, ни в кинотеатре боевиков нет. Чтобы опередить противника и занять выгодное положение для дальнейшего наступления, я скрытно выдвинул вперед основные силы батальона. В результате к 5 часам в кинотеатре Родина сосредоточились две штурмовые группы, это 5-я и 6-я роты, управление батальона и гранатнометный взвод. Одна штурмовая группа, 4-я рота без мотострелкового взвода, осталась в исходном положении. К сожалению, действия штурмового отряда оказались неожиданностью не только для боевиков, но и для соседей слева. Не уточнив обстановки и положение подразделений нашего полка, они начали наносить огневые удары по одной из штурмовых групп, которая уже устремилась к пятиэтажному зданию. В результате группа потеряла 6 человек ранеными. Их перенесли в укрытие, где оказали медицинскую помощь. Этот огневой налет своей артиллерии оказал отрицательное воздействие на моральный дух некоторых солдат. Потребовалось время, чтобы офицеры переломили психологический кризис. В общем, 6-й роте удалось таки захватить пятиэтажку. К сожалению, пятая рота не успела под покровом темноты проникнуть в свой объект атаки и была вынуждена штурмовать его утром. Одному отделению удалось пробиться к намеченному зданию и захватить четвертый этаж, откуда довольно хорошо простреливался внутренний двор. Нижняя часть пристройки к зданию, которая, кстати, отсутствовала на плане города, находилась в мертвом пространстве. Именно оттуда и заработал пулемет боевиков, который сковал действия наступавших. Командир штурмовой группы, разобравшись в обстановке, отдал приказ на прикрытие дымами. Его поддерживала огнем соседняя группа. Гранатометный взвод и расчет крупнокалиберного пулемета подавили огневую точку противника. В сложившейся обстановке мне пришлось изменить задачу пятой роти, приказав ей занять оборону в здании. Сарсымбай Ильяшев, запасной механик-водитель БМП пятой мотострелковой роты гвардии рядовой, приехали в Грозный. Близко были слышны выстрелы. Где-то рядом шел бой. Конечно, было жутко и страшно. Недалеко стояла машина, загруженная для нас шмелями и мухами. Каждый взял их с собой. Короткими перебежками двинулись на площадь Минутка. Как только вспышка, мы садились. Затишье, но все равно адреналин получили. Ночью вышли в какое-то здание, окон почти не было, все разбиты. Это был кинотеатр на площади Минутка. Наш комбат булавенцев и ротный Богданов были с нами. Несколько дней мы были в окружении в этом кинотеатре. Стреляли по нам со всех сторон. Непонятно откуда. Я находился в длинном зале, а за стенкой возле столбов наши пацаны, лежа из кирпичей, выложили себе оборонительные стены. Было холодно, а особенно ночью. Противник долбил кинотеатр днем и ночью. Рядом стоял торговый центр, там ребятам тоже было жарковато. Ночью дежурили, менялись, старались поспать хоть немного. Но от холода приходилось часто бегать по нужде. Я был в одних солдатских штанах, лежать было холодно, но выбирать мне не приходилось. Рам на окнах не было, они были заложены кирпичами. Лишь небольшие окна оставляли под автомат. Помню, как парня ранило пули ниже пупка. Он ругался, орал и не мог встать. Тогда комбат дал команду ребятам, кто был ближе к нему, оттянуть его на себя. Ребята попробовали, но не смогли. Раненый ворочался, а снайперши долбили чуть выше его головы, не подпускали к нему. Парень лежал на правом фланге нашей обороны. Комбат приказал заглушить снайперш огнем, и в это время ребята забрали раненого. Оказали ему первую медицинскую помощь. Не помню, выжил тот парень или нет. Если бой ведет наш правый фланг, оттуда нам кидали пустые магазины. Мы их быстро набивали патронами и кидали парням. Когда мы вели бой, все было наоборот. Наши с правого фланга набивали нам магазины патронами. Я хотел посмотреть в окно, там одного кирпича не было. А с той стороны как раз стреляли. Мне от кирпича куски прямо в глаза. Вот тогда вся жизнь перед глазами пробежала. Но в тот момент почему-то было уже не так страшно. Патроны и еда заканчивались. Комбат крикнул. Встречаем коробку. Прикрыть ее. Механик-водитель залетел в кинотеатр на БМП. В ней и на броне ящики надо было быстро выгрузить. Машину противник обстреливало конкретно. Подойти было к ней сложно. О чем думал сидевший в ней в это время механик-водитель, знает только он. Я сидел за окном. Один парень с опаской подошел к Бэхе, пытался подтянуть ящик. И в это время по машине прошла очередь. Парню повезло. Его зацепило не сильно. Но по вискам бежала кровь. Он остолбенел. Увидев на себе кровь, его быстро оттолкнули за стенку. Комбат крикнул, быстрее давайте. И я перепрыгнул через окно, помог парню. Вдвоем мы сняли ящики с брони и спрятались за стенку. БМП прикрыли огнем, и она уехала. Рядом стояло девятиэтажное здание. Оттуда стреляли по нам жестко. Я подошел к контрактникам, а они из пушки гром стреляли по этому дому. Попросил попробовать хоть раз выстрелить. Мне дали гильзы калибра 5.45. Засунь их в уши, чтобы не оглох. Мужики предупредили, чтобы стрелил и сразу спрятался, а то снайпера убьют. Я так и сделал. Сидели под окнами, смотрим, как снайпера долбят через окно. В стену, в одну точку. Только штукатурка летит. Голову поднять невозможно. Вечером, когда проходили через косяки в дверях, парню из нашей роты снайпер попал в руку. Я шел впереди, а он сзади. Нас поделили на три подгруппы. Может быть поэтому я и остался жив. Тем, кто попал в первую подгруппу, не повезло. Как мне ребята рассказывали, их было 15 человек. Ночью они пошли вперед. Рядом пяти и четырехэтажка. Когда они вошли в четырехэтажку, там в коридоре лежал чеченец с пулеметом. Начал палить по ним, кого ранил, а кого убил. Наши его ликвидировали, забрали раненых и спустились в подвал. Оттуда выйти они уже не смогли. Им было плохо. Чеченцы им предлагали сдаться. Из моего отделения там были наш командир Костя Константинов и Володя Проничкин. Перед последней ночью в кинотеатре к нам пришли солдаты из части внутренних войск. Утром мы должны были пробиваться вперед, а они остались на наших позициях. Нам выдали белые маск-халаты. Я пошел в соседнюю комнату и только прошел косяк, в дверях, где сидел солдат-ввшник, вдруг влетает выстрел из гранатомета в стену возле меня. Я остановился. Потом пошел дальше к ящикам с гранатами. И в этот момент крик, осколок попал в этого солдата. Возле него чуть ли не толпа собралась. Все не понимали, как меня не зацепило. Я был ближе к выстрелу. Все осматривали меня, не ранен ли я. Сказали, что я родился в рубашке. Я ответил. Не впервой. Как-то поехали ломать для блиндажа какую-то контору. С одной стороны ее мы, с другой саперой. Я вошел вовнутрь от выхода метров семь. Вдруг эта контора складывается, как карточный домик. Я понял, что до выхода добежать не успею. Глянул наверх. Там брус порядочный. Упадет на голову. Отпрыгиваю в сторону. Руки на голову и жду. И пролетает мысленно вся жизнь за одну секунду. Почувствовал, как на ноги попадали кирпичи и доски. Но не больно. Значит, буду жить. Саперы кричат. У нас никого не накрыло. Меня откопали пацаны. Как-то передвигались короткими перебежками. Я вырвался вперед. Лежал какой-то застывший цементный камень. И как только я присел, по камню начали палить с чердака. Ребята мне кричат. Мы тебя прикроем. Беги к нам. Я перебежал к ним. И все обошлось. Юрий Чердаков. В Грозном мне очень не хватало диспозиции. Знать, куда идти, потому что карты не было. Перед штурмом Грозного в штабе полка собрали всех офицеров и дали всем кодовое название. Каждому званию на площади минутка. Меня на совещание не пригласили. Когда нам сказали фас, ротный сказал, что есть какая-то схема. У нас была задача по минутке, конкретно по каждому дому. И каждый дом был нарисован. Офицеры это знали, а я нет. Мне просто дали команду фас. И разбирайся сам, как знаешь. Было очень тяжело, когда меня долбили. Комбат нас провожал в атаку на исходный. Мы пошли 25 января в Татьянин день. Первая группа ушла, вторая. Теперь иди ты, ротный мне говорит. Командир, у меня связи нет. Я не пойду, пока ты мне не дашь аккумулятора. Вперед. Что скажу, то и будешь делать. Дай мне аккумулятор. Вперед, я сказал, вперед. Это был ротный Богданов. Я пошел в бой без связи. Из девяти человек у меня было трое погибших и трое раненых. Один очень тяжело. Я молился Богу, что наша российская армия так плохо стреляет, что она так плохо обучена. Одолбили нас минометами, танками и всеми видами стрелкового оружия. Послать солдата с сообщением, чтобы по нам прекратили стрельбу, днем это невозможно. Я ждал вечера. Мы сидели на минутке в одном из зданий. Кинотеатр был уже наш. Там было управление батальона. Мысли были, что скоро конец. Но я не мог себе позволить так думать. Потому что у меня было девять срочников. И это были не самые лучшие солдаты. Сергей Булавенцев. Наступило утро 25 января. И боевики, разобравшись в обстановке, со стервенением стали обстреливать из всех видов оружия, занятые штурмовыми группами здания. Единственное, что можно было сделать в этих условиях, чтобы не быть уничтоженным, лечь на пол, укрывшись за стенами. Руководитель обороны Грозного Шамиль Басаев, понимая важность сохранения целостности обороны в этом секторе города, бросил все силы на то, чтобы выбить русских с площади. Обещаю суровую кару тем боевикам, кто смолодушничает. Однако сходу отбросить назад подразделение штурмового отряда им не удалось. Создавшаяся ситуация поставила батальон в тяжелое положение. Соседи с левого фланга нас не поддерживали и остались на прежних позициях. Соседи справа тоже не могли продвинуться вперед. Так штурмовой отряд оказался в окружении. Для того, чтобы не выпускать инициативу, я решил продолжить наступление и овладеть наиболее уязвимым в обороне противника объектом. По моей оценке им было четырехэтажное здание, из которого простреливались все близлежащие дворы. Взяв его, можно было контролировать ситуацию не только в квартале, но и на площади в целом. Чтобы избежать лишних потерь, штурм назначил на ночное время. До начала атаки приказал стрелять пореже, экономить боеприпасы. Вплоть до наступления темноты в течение двух часов, противник в основном вел интенсивный огонь из минометов, автоматических и подствольных гранатометов, автоматов, а потом в дело вступили его снайперы. У боевиков они входили в мобильные отряды, как свои, так и из наемников. Последние распознавались малокалиберными винтовками. Тактика вражеских снайперов была весьма изощренной. Позиции оборудовались в глубине домов, и огонь велся через пустые комнаты. Бойницы проделывались не только в стенах, но и в стыковых плитах. Лежки устраивались даже под бетонными плитами, которые поднимались специальными домкратами, открывая щель для наблюдения и стрельбы. Сергей Гирин, заместитель командира 2-й мотострелковой роты по воспитательной работе, лейтенант. Тяжелее всего пришлось, конечно, подразделения 2-го батальона, которые закрепились в нескольких зданиях этого кинотеатра. Днем 25 января комбат поставил мне задачу с третьим взводом нашей роты выступить в торговый центр, где уже находилась 3-я рота. Перебежали через парк, который довольно интенсивно простреливался духами и оказались в торговом центре. Доложил командиру 3-й роты о своем прибытии. Он поставил мне задачу занять позицию в левом крыле здания. В это время из пятиэтажки пытались эвакуировать раненых солдат 4-й роты. На верхних этажах этого здания сидели боевики, которые вели беспрерывный огонь. Постоянно были слышны их крики. «Давайте, сдавайтесь!» Наши тоже в ответе не оставались. В нашем крыле здания раньше был какой-то склад. Окна маленькие, как бойницы. Стреляй, не хочу. С боеприпасами тоже особо проблем не было, поэтому стрельба практически не прекращалась. К ночи перестрелка подзатихла. Холодина была страшная. Согревались костром из подручных материалов. Игорь Дружинин. Третья мотострелковая рота. Контрактник. Жора Овсипян, наш заместитель командира взвода, когда прикрывали четвертую, выстрелил из СВД. И из тех домов раздался крик противника. Видимо, нормально попало ему. Я тоже как-то со шмелем прополз за дом и лежа долго наблюдал за 12-ти этажкой. Несколько раз видел, как по этажам перебегают чеченцы. Врезал туда со шмеля. Не знаю, попал в кого-то или нет. Как-то мой взводник Ваня Цыкин пошел со мной в примыкающее здание в склады. Оттуда пацаны из другого взвода ввели непрерывный гранатометный обстрел пятиэтажки. Заряжается гранатомет, делается шаг на открытое пространство и выстрел. Тут же следующий стреляет и так без конца. Противник, наверное, удивился. Откуда у нас столько боеприпасов? Взводник предложил мне сделать амбразуру в стене склада. Я ставлю в упор к стене ПК, а он заряжен разрывными и даю очередь на 150 патронов. Потом в это небольшое отверстие закладываем две гранаты и получилась небольшая амбразура. Мне из нее видно было торец пятиэтажки и частный сектор. Оттуда где-то через час увидел, как чеченец сбоку вылезает в сторону сараев. Я дал по нему длинную очередь и он вроде упал, но точно не знаю. Потом увидел, как прямо по центру улицы шел прямо в мою сторону чеченец. Автомат у него волочился. Я врезал по нему весь короб и он упал. Потом дали команду прикрывать отход четвертой роты. Можно было оглохнуть от грохота с обеих сторон. На амбразуре меня сменили и я прибежал в торговый центр. Кто-то крикнул, что взводника Ваньку Цикина убили. Он лежал у окна. Ему попал прямо в голову выстрел из подствольника. Я в таком стрессе пошел. Взял осу РПГ, открыл дверь на площадь, повернулся к пятиэтажке и лупанул в окно. Противник не ожидал, а то бы сразу меня ликвидировал. Вечером Ваньку увезли на Бэхе. Пацаны не хотели его грузить. Молодые еще. Боялись трупов. Было это вроде 26 января. Алексей Горшков. Командир третьего взвода третьей мотострелковой роты. Старший лейтенант. Примерно в 7.30 утра мой радист меня толкает. Слышу поорации, как Жора Овсепян под позывным Байкал-20 командира второго взвода Ваня Цикина кричит, нагревается, вызывает командира роты, а его радист молчит. Потом узнали, что радиста ротного в это время спал. Сморило под утро. Я взял тангенту. Я Байкал-30, старший. Хотя мы и по голосу знали друг друга. Лёха, Лёха. Байкал-20, двухсотый. Ваньку убили? Когда, как? Я верить отказывался, что Ваня Цикин убит. Погиб он в здании торгового центра. Ваня хорошо стрелял из снайперской винтовки, но в здании у окна маневрировать негде, и он допустил роковую ошибку. Как мне рассказывали его бойцы, он присел на корточке, заменил обойму, передернул затвор, поднялся, и прямое попадание в голову выстрела из подствольного гранатомета. Он даже поднять винтовку не успел. Взрыв, все присели, смотрим и не поймем. Он стоит и падает. Из взвода Вани вернулись тогда из боя живыми только четверо. Вечером старшина роты Гена Колышкин поехал на мотолыге убитых собирать. Я ему сказал, остановишься у меня, с Ваней проститься. Подъехала мотолыга с убитыми, их было пятеро. Мы посмотрели, Ваня лежал на правом десантном отсеке БМП, накрыт одеялом, все оно было в крови. Вспомнил, как за час до этого боя мы с ним пили чай, а у него был бушлат-танкач и на голове чеченская шапочка. Я тогда еще подумал, что если его убьют, то только в голову. Я тогда его еще спросил, ты что, каску не будешь надевать? Да она не нужна, пользы-то от нее нет. Да и от прямого попадания в голову каска все равно бы не спасла. Перезарядили автоматы и я, Серега, Трачача, Коля Краснов, Эдик Данилкин и видишь Крум и дали по очереди в воздух. Вот теперь можешь ехать. Он был из Тотьмы Вологодской области. И адрес я его до сих пор помню. Сергей Гирин, заместитель командира 2-й мотострелковой роты по воспитательной работе. Лейтенант. 26 января стрельба продолжалась. Никогда не забуду момента, как Беха подлетела к пятиэтажке и началась погрузка раненых и убитых. Ее водитель это бесстрашный парень. Эту машину чеченцы расстреливали не только с верхних этажей этого дома, но и из других зданий. Их снайпера работали бесперестанно. Мне сказали, что убила взводника 3-й роты Ваню Цыкина. Я смотрю, его несут класть на Беху. Командир роты собрал его взвод и говорит «Давайте прощайтесь и грузите». В этот день еще несколько ребят были ранены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok